Нам нужно приучать себя к правильным навыкам. И навык номер один – это слушать CD каждый день. Ребята, будет встреча для новых людей, которая называется «Ключевой человек». Тема будет выступление. О чем там будем говорить? Ребята, начните слушать CD каждый день. Мечсала говорит, я, коронованный, у меня такой уровень. Я себя не представляю без этого, потому что я хочу двигаться дальше, потому что я опять подключил новых людей, я опять строю новую ногу. У меня дочь подключилась в бизнес, чему я безмерно рад. Я сейчас опять заново ощущаю все то, что было много лет назад. И я хочу сказать одно. Даже для меня это важно на сегодняшний день, каждый день слушать CD. Это номер один стоит в его пункте. И, знаете, мы часто говорим, да, мы киваем. Сейчас у нас вот в течение месяца у меня проходили каждый день консультации со всеми группами. Я говорю, ребята, вы не представляете, что такое. И они говорят, да мы слушаем, да мы слушаем. Я говорю, да не слушаем мы. Да не слушаем. Ведь самое главное, тут не нужно кому-то что-то доказывать. Тут не нужно, я у тебя не беру подпись, что ты это прослушал. Я не заставляю тебе показать конспект, что ты это законспектировал. Этого не надо. Но если ты слушаешь каждый день и начинаешь делать правильные вещи, то у тебя будут другие результаты. И следующим важным пунктом шло то, что нужно читать минимум 15 маркетинг-планов. Но не в месяц, а в течение всех десяти, например, лет, года, двух лет. Если ты хочешь результата. Был такой момент, который говорит, а вот есть такие люди, два года в бизнесе, которые читают каждый месяц, не пропуская ни одного, несмотря на то, что это был Рождество, Новый год, там Пасха, что-то еще, первомайские праздники, где-то еще. Два года подряд читают по 15 планов. Два года подряд читают по 15. Ни один месяц не прочитал 14. Нет, он не сказал, что нельзя больше. Больше можно, но минимум. И вы знаете, вот именно отсюда складывается вот это отношение. А ведь что такое 15 планов? Что такое 15 планов? Это в неделю 4 плана. Это так, знаете, по большому счету, если ты даже на 2 или 3 работах и ночью приходишь, это можно сделать за один выходной. За один выходной можно прочитать. Если у вас нет времени, то можно выделить один такой день, если вы поставили цель. Если вас не устраивает, что у вас нет свободного времени, если вас не устраивает, что вы не можете вечером. А почему вы не можете вечером? Потому что, значит, у вас есть еще работа. Вас это устраивает. 15 маркетинг-планов, но это должно быть постоянно. И главное, секрет всего построения бизнеса, это только постоянство. Больше ничего. Только постоянство. Мы это все делаем частями. Мы сегодня воодушевленные уйдем из зала. У нас будут такие планы. Мы будем завтра строить, послезавтра наступит понедельник. И знаете, есть разные люди. Я помню, что у нас была такая девушка, которая съездила на семинар, причем там недалеко. Ну, допустим, из Санкт-Петербурга в Москву на уикенд. Потом приехала, и мы звоним. Лена, как дела? Как там люди? Ты спонсируешься? Да, Миша была такая у нас? Лена. Она говорит. Да какие люди? Мне еще неделю отдыхать надо от этого. То есть, понимаете, нет, есть такие люди. Пусть она отдыхает. Только фокус в чем? Что это не наш человек. Это не наш человек. И, а кто такой наш человек? Что такое вообще хороший человек в бизнесе? Потому что, вы знаете, он такой хороший. Он такой позитивный. Он очень лояльный. Он бывает, он ходит на мероприятия. Вот он такой вот всегда вежливый. Ну, нет у него денег 100 баллов делать. Ну, вот ты не знаешь. Ну, вот он не может домой к себе пустить. Вот он не может дома собирать. Но он очень хороший. Из него будет толк. Я не знаю, может, в другой жизни обязательно будет. Но на сегодняшний момент хороший человек – это тот, у кого есть хороший список. И тот, кто может влиять на людей. Вот это таких людей нам надо искать. И такими людьми нам нужно быть. Потому что тот человек, который нужен, у него всегда будет дом открыт. Мы не сможем что-то где-то сгладить и обойти. Не получится. Может быть, очень бы хотелось. Но не получится. Но еще ни одного не видела. Чтобы можно было вот так, вот так. Там собрать у бабушки план. Там пойти к подружке собрать план. А потом там где-то в офисе собраться. Потом к тебе кого-то привезти. И смотришь, бриллианта закрыл. Вот не видела ни одного такого. И третья очень важная вещь – это то, что на Викен-семинаре должно быть в группе у вас минимум 20 человек. Какое-то количество есть в бизнесе. Они приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят. И они как-то там не задерживаются. Этот появился. Ой, такой был хороший, уже его нет. Потом еще кто-то появился. Потому что если эти 20 и каждый раз новые, если это 20 или потом из них 15, потом 9, потом опять 15, ребята, это еще не бизнес. Это еще некому говорить. Потому что из 20 будет как раз-таки те 2-3 человека. Ведь эти 20 – это просто приходят на семинары еще, не забывайте. И из них только будет 2-3 человека, которые возьмутся и возьмут эту возможность именно для себя. Это те, которые и поедут, и будут ночными водителями. И те, которые будут звонить и не говорят, а когда он мне сам начнет звонить, почему я ему должен. Вот когда вот найдутся такие люди, которые сам будут покупать ящиками диски, которые будут давать всем своим партнерам и его партнерам, и которые будут делать сам. Сам. И товар у него, и планы он, и спонсор он, и смс-ки он. Вот тогда мы таких ищем. И такие же тут сидят. Таких много. Но самое главное – на этих людей обратить внимание. А вы даже если не обратите, они на себя сами обратят. Но всегда должен быть выбор, из кого. Вы не думайте, что вы приведете 2, и эти 2 окажутся такими. И вы знаете, из всей нашей работы только 10% этой работы нас делают богатыми и успешными людьми. Но только не забудьте и 100%. Нельзя сделать 10% работы и стать успешным. Надо сделать 100%, а где уж эти 10 окажутся, в начале или в конце, вот это вопрос. И викинг-семинар – это как раз то, из чего складывается наше отношение. Знаете, вообще, сколько бы мы людям… Еще есть такой момент. Вот если ты запустил… Вот я запускаю человека в бизнес. Я ему рассказываю, показываю. Мы попытались написать списки. Мы собрали какой-то план. И если я не сумела его привезти на семинар, не сумела не только продать билет, а именно привезти его на семинар, значит, я ему что-то не то рассказала о бизнесе. Вы согласны? Значит, это я что-то не то и не так рассказала, если он не пришел на семинар. Знаете, смысл в чем? Многие люди, они говорят, этот бизнес похож на тот бизнес, этот бизнес похож на тот бизнес. Я говорю, вы знаете, вы сделаете уровень платины, а в других компаниях кормят. Вы знаете где? Сделаете уровень платины, поедете в Египет, в Анталию, и компаниях вы всех не только кормить, поить, все будет делать. Все будет делать. А здесь надо просто знать цену и ценность. Вы же спросите, а что такое тренинги, а что такое мероприятие, семинары обучающие? Сейчас куда ни возьми. Я вчера была в парикмахерской, общалась с девушкой молодой, и она рассказывала, я работала, продавала джинсы, вот там такая-то компания. А я работала, начинала в Ашане, нас французы учили, и везде семинары и тренинги. Здесь, пожалуйста, улыбочку, улыбаемся постоянно, смотрим за клиентом, наблюдаем, где держим паузу, где выходим, не звоним по телефону, не прислоняемся к стенке, приходим на полчаса раньше, уходим на час позже. Все расписано до секунды. И тренинг, настроение продаваем, смотрим на людей, клиент всегда прав. Ребята, а мы в этом же бизнесе, между прочим. Нам кажется, оно само все делаться должно. Компания, говорят, деньги будем платить, а они там сами. Ну, им рассказали, что это им там не понравилось. Ну, значит, мы так объяснили, что им не понравилось. И очень часто вот эти вот моменты, которые мы думаем, зачем нам обучение, зачем нам обучение, а откуда ты это знал? Тебе это мы всю жизнь учили. Тебе всю жизнь, с детства учили. В школу пришел, тебе учили улыбаться. Было такое? Или в институте потом учили? Как паузу держать учили? Как с клиентом? Как продать свою хорошую вообще специальность подороже? Учили кого-нибудь? Как стать специалистом? Да. Но как учили себя выгодно продать? Никогда не учили. Никогда не учили отношения между людей, потому что именно из отношений все складывается. И что сложно? Сложно от 0 до 20 человек привезти на семинар. Вот это самое сложное. Знаете, там еще 10, это еще непонятный процесс. Вот вроде бы уже и 10 пришло, а еще что-то нет того ощущения. Ты еще не то, не чувствуешь, что вся лидер. В основном ты понимаешь, эти 10 спонсоров все сделал, чтобы они пришли. Это спонсор их и привел за ручку, и сам билеты продал, и все. А когда 20 и ты, это совсем другие ощущения. Самое главное, когда мы начинаем строить бизнес, это иметь вот эту картинку перед глазами. Вот сначала, чтобы не страх был перед глазами, а картинка. Эта картинка должна быть очень точно нарисована. И вот знаете, вот если брать так, у нас есть такое понятие, как... Вот кто учился в институте? Или, допустим, техникум какой-то. Значит, как это выглядит? У нас это делилось все на семестры. Делилось? И в конце семестра что должно быть? Зачет. И вот от семестра до семестра, допустим, мы же здесь тоже учимся. Мы учимся в Network 21. И у нас есть понятие от векенда до векенда. И у нас здесь семестра, допустим, 4 месяца. У нас есть ВЭС. И у нас есть следующий ВЭС. И мы людям объясняем, новым людям. Моя цель сейчас новых было привести на этот векенд семинар. Чтобы с ними работать, что я должна успеть сделать с ними до марта месяца. У нас есть между ними, допустим, у нас есть еще мероприятия. Мы им это тоже объясняем и рассказываем. У нас есть еще мероприятия. Какие? У нас есть ВЭС-семинары. И у нас есть каждую неделю открытые маркетинг-планы. У нас есть следующий месяц. Мы побывали на ВЭС-семинаре. Мы вывели еще несколько человек. Подключили в бизнес несколько человек. Мы вывели отсюда два человека, два партнера. Мы вывели отсюда два партнера. У нас уже больше. Мы уже не одни. Мы приходим на открытые планы. Какова наша цель? Наша цель – минимум два новых человека, моих лично, на открытом плане. Наша цель. Ни его, и ни ее, и ни его, и ни с 25-й глубины. Вы их не досчитаетесь. Твоя какая цель? Два новых человека на плане. Дальше у нас идет открытый план, открытый план. Значит, сколько мы можем, чтобы было два человека на плане, сколько мы должны точно нам сказать «да»? Как минимум четыре, что они придут. Для того, чтобы два пришло. Но если у нас будет два на каждом плане, это уже восемь, за два месяца это шестнадцать новых человек. У нас на открытых планах они видят новых людей, они видят новые признания, новые уровни. Они говорят на них о векенд-семинарах на этих планах. И мы продаем билеты им, и мы показываем следующую картинку. У нас еще есть мероприятие. И вот у нас есть следующий ББС-семинар. И наша цель – уже здесь вывести больше людей. Все пойдут на семинар? Нет. У нас будет несколько, но нам все и не нужны. И у нас отсюда два партнера, у нас отсюда два партнера. Но эти два партнера вывели отсюда два партнера, и отсюда два. И у нас уже десять плюс будет на следующем ББС-семинаре. Но у нас впереди будет еще один, и у нас будет еще векенд-семинар. И вот на векенд-семинаре наша цель – мы им показываем и рассказываем – это двадцать человек. У нас будет замечательно, если и десять будет. Но наша цель, если вы хотите быстро строить бизнес, это двадцать человек на следующем семинаре. А что такое двадцать человек? Для нового давайте подумаем. это ты и твой муж и что еще 8 10 еще семей все если мы уже выводили сюда 10 человек почему не можем вывести кто-то возьмет свою вторую половину кто-то приведет новых людей это фактически 8 10 семей и у вас 20 партнеров на семинаре и ты получишь и будет мы им говорим будет специальная встреча я о чем говорила обратите внимание что у нас идет у нас идет потому что цель сейчас какая вы уже сидите здесь не просто лидер клуб вас уже должно быть минимум 20 человек минимум 20 человек и всегда у нас было 30 и мы понимали что где-то эти 30 пишем 20 пришло это мы точно знаем и поэтому наша цель настоящих 20 партнера вывести 20 плюс мы посмотрим на цифры они немножко изменились они стали мягче они стали корректнее нам уже не нужно просто бешеное количество людей нам просто нужно качество нам нужно привести и успеть с каждым отработать нам нужно каждого запустить сразу после мероприятия нам надо каждому заглянуть в глаза и сказать у тебя изменилось мне не бизнесе у тебя изменился твой план на ближайшие пять лет ты стал задумываться о том так ли ты живешь так ли ты бы хотел жить о чем я говорю 20 человек значит не сложно вы двое и еще 8 10 семейных пар что мы делаем дальше в общем то наша цель какая это мы новым людям что говорим во вторник мы читаем план в 4 в 4 мы проводим вторую встречу два плана в неделю это сложно это любой человек который в общем то что-то хочет изменить он вполне может ложить эти два часа можно можно новому человеку сказать давай договоримся с тобой так давай возьмем эти четыре месяца и примем решение вот сейчас полностью посвятить этому бизнесу давай к примеру вот ты работаешь ты очень занята ты работаешь на двух работах тебе некогда но ты приняла решение научиться водить машину купить потому что тебе без нее сложно потому что это во-первых престижно а во-вторых необходимо тебе нужна машина ты не умеешь ее водить тебе надо четыре месяца чтобы научиться тебе надо сдавать на права тебе надо каждый день ходить на занятия так или нет ты найдешь время на это это же ты приняла решение ты будешь как я помню у нас когда было нужно было сдавать задания нас заставили ходить полностью каждый вечер на теоретические занятия а потом еще была практика и бесполезно если ты не умеешь водить ты сегодня сел а потом пошел сдавать так не бывает ты экзамен не сдашь если ты хочешь серьезно что-то делать ты принял решение ты себе поставил какую-то планку это ты вызов себе сделал неважно сколько тебе лет я хочу водить машину но извините меня сейчас все хотят водить машину мало кто умеет ее нормально водить тебе нужно приспособиться к этому тебе надо научиться тебе нужно почувствовать ощутить эту машину этот руль эти тормоза эти педали эти зеркала одно другое третье это сложно телефон мобильный звонит кто-то рядом что-то сидит говорит это невозможно как вы чувствуете себя в начале новый человек бизнесе ему все невозможно это сложно как я найду два вечера чтобы читать планы потом еще с этими людьми надо встречаться как я найду но ты же находишь когда тебе надо знаете ты же находишь время если ты посвятил себя тому что еще хочешь получить одно образование ты хочешь подстраховаться я очень часто сейчас встречаю людей и в 40 лет и 50 лет и больше которые идут и получают еще плюс одно образование на это надо время на это надо время это однозначно и не только время на это надо нужны деньги никто тебя не в 30 не 40 лет не будет учить бесплатно сейчас бесплатно вообще практически не учат но если учат только на дневном отделении а дневное отделение тоже до определенного возраста чтобы вы знали до 29 лет и если ты принял решение я хочу что-то изменить своей жизни это мне необходимо значит ты вкладываешь в этом и время и деньги значит просто мы не нужно сильно ничего усложнять потому что очень сложно копируется сложное очень сложно копируется сложное поэтому чем проще будет маркетинг план чем проще вы начнете два плана в неделю вторник читаем четверг 2 встреча субботу читаем воскресенье вторая встреча пойдет 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 отлично но у нас еще будут мероприятия и нужно обязательно один день неделю выделить и мы говорим с людьми простым языком мы не грузим его сильными цифрами после будут мероприятия можно за из 30 дней 4 дня выделить пару часов на то чтобы прийти и привести нового человека и показать ему можно выделить один раз в месяц один день чтобы прийти и привести с собой людей и самому поучиться вы знаете когда есть заочное отделение то полюбому один раз полгода целый месяц уходит на то что может быть ты должен уехать в другой город снять квартиру если ты принял решение и обучаешься на заочном отделении сдавать там экзамен это и и время и деньги что такое целый месяц это 30 дней это 30 дней посмотрите сколько если взять наши часы за полгода мы больше вообще сделаем за 4 месяца мы больше здесь это тоже самое это тоже самое но если ты учишься на заочном отделении это не значит что ты приехал этот месяц и только тогда ты учишься ты уже должен приехать подготовленным ты уже должен что-то сделать значит это предполагает что-то еще время какое-то должен уделять дома и если вы возьмете любое обучение я нигде не видела более лояльного обучения тогда когда тебе удобно и мы всегда говорим людям мы будем помогать тебе строить твой бизнес мы будем помогать тебе строить твой бизнес и когда тебе будет удобно и и знаете очень важная вещь это отношения с людьми потому что в основном люди уходят только если кто-то кого-то не понял если они были на семинаре если они читали планы если они подключали людей и потом ушли из бизнеса просто так не бывает значит где-то эта цепочка разорвалась наша цель какая вывести людей на открытый план минимум два человека и мы говорим такую фразу это такая встреча на которую идут только по приглашению знаете мне очень понравилась эта фраза это такая встреча на которую идут только по приглашению скажите разве можно зайти с улицы это только по приглашению бывает то есть эта встреча эксклюзивная фактически это не так что пошли в кино каждый подошел и взял билет только по приглашению и цель открытого плана мы показываем картинку еще большего потому что мы из одной маленькой комнаты переводим на открытый план хорошая уже помещение где находится 200 300 человек может быть 100 человек и мы показываем людей разных профессий мы видим как наши люди выглядят как они говорят как они насколько грамотно как работает команда какие отношения сколько позитива и мы хотим показать людям большую картинку а большая картинка это всегда реки и наши открытые планы всегда помогают продвигать реки потому что одно дело мы будем ходить одному рассказывать другому рассказать доказывать 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 и нужно привести человека для того чтобы он своими глазами мог увидеть все и узнаете так интересно когда даже сидишь вот мы сейчас за последнее время было были на многих тренингах и сидит даже руководители и они говорят о том что о точно и вот это вот и вот это я сижу и думаю как здорово что не хоть кого-то услышали потому что все равно нужно третье лицо для того чтобы услышать все равно нужно третье лицо и когда это говорится со сцены вы часто такое помните да вы с игроком а то им говорили что никто никогда не слышал что посидеть нужно слушать что планы надо читать минимум 15 Никто никогда не слышал, что на открытый план вообще людей надо минимум 2 приходить, никто никогда не слышал. Как вы хотите, чтобы ваш бизнес выглядел через 5 лет? Как вы хотите? Вы его уже каждый себе рисовали. Причем, знаете, не как вы думаете, что он будет выглядеть, а как вы хотите, чтобы он выглядел. Это разные вещи. Ну, думаю, знаешь, что он будет выглядеть. Не, наверное, не получится. Наверное, вот я думаю, что все-таки это нереальная цифра столько человек. Вот я, наверное, думаю, что у нас… Нет, я думаю это одно, а как бы я хотел? Потому что думаю, я ставлю себе барьер, потому что я начинаю сомневаться в своих способностях, что я могу найти столько людей. Или цель какая? Как я хочу и написать, и нарисовать. Вообще надо научиться говорить языком цифр. Вот, например, что нужно нам? Если мы говорим о Викен-семинарии, я знаю, есть люди, которые еще не достигли уровня 21%. Следующая цель их какая? 21, а потом управляющая платина. И вот у нас есть, это всегда и обязательно, это три ноги минимум, которые на Викен-семинарии. Если у тебя в этой ноге 20+, у тебя в этой ноге 20+, и в этой у тебя 10, то это в принципе для 21-го процентника 50+, это в общем очень неплохая цифра для 21-го процентника. Но как вы хотите, чтобы он у вас выглядел через год? Боитесь ли вы мечтать о том, что эта нога, вот если эта нога будет 100+, и эта нога будет 100+, а эта нога будет 50. Но я в это время поставлю еще четвертую, пятую, шестую выведу на семинар, у которых и будет 20, 20 и 10. Вот это и есть тот бизнес, который мы должны и двигать, если мы хотим быть изумрудами. А я не думаю, что сидящие в этом зале чего-то хотят меньшего. Меньшего смысла нет. Потому что это уже очень хорошее вознаграждение. Но они будут еще лучше, если у вас будут цели поставлены. Будет еще лучше, если вы это примете для себя. Какой я хочу бизнес через год и через 5 лет? Какой я хочу бизнес через год и через 5 лет? Мы всегда записывали, какое количество людей я хочу привезти на семинар. Всегда. Давайте посмотрим, что у нас произошло за 4 месяца по товарообороту. Что у нас произошло за 4 месяца по количеству людей? Какое количество людей стало в нашей группе? Какое количество людей стало в нашей группе за 4 месяца? И наша цель – это минимум до следующего уикенда, минимум 10 человек на семинаре, но наша цель, чтобы там было 20+. Минимальная цель – 10 человек, но хорошая цель – это 20 человек. И вот если вы начнете вот этим количеством говорить цифрами и говорить с людьми, скажем, мы можем с тобой это сделать, и я тебе покажу как. Потому что человек должен пройти полностью с вами курс. Когда мы начинаем, знаете, это очень сложный процесс, когда ты тратишь очень большое количество времени на хороший правильный запуск, ты даешь диски, ты эти диски с ним обсуждаешь, ты пытаешься что-то донести, ты хочешь, ты видишь, что он может, у него потенциал, а он начинает все равно делать все, он тебе смотрит глаза, он улыбается, он ходит к тебе домой с удовольствием, но к себе домой не пускает. Он тебе говорит, да, ты ему звонишь по телефону, он отвечает, но тебе он сам не звонит. Ты ему даешь диски, но заказывать он сиди не собирается. И знаете, сколько таких людей? Но самое главное, что мы очень часто именно все эти 90% своего времени вкладываем в него, в него, в него, хотим результат. Какой это может быть результат? Если он тебя не пустил домой, то это результат говорит о том, что планов там не будет. Не будет планов. Я сейчас сама это все прохожу то же самое. Потому что новый фронт это, знаете, вот все равно, вот если у тебя хоть пятеро детей, родился шестой, то что, он сразу пошел и стал сам есть? То он все равно, пока ты его эти три месяца пережить с ним надо, не поспать с ним надо, поболеть с ним надо. Никуда он сам хоть десятый не пошел. И то же самое, хоть у тебя это вторая группа, хоть у тебя это пятая группа, хоть это у тебя пятнадцатая группа. Не будут они сами делать ничего, они еще не умеют. У них еще зубов нет, еще ножки у них не ходят, еще у них оловка не соображает, не получится. И что-то, ну ты на него долго будешь обижаться? Он тебе плачет, тебе уже жалко. Он тебе начал кушать, ты уже радуешься больше, чем не знаю, все на свете. Он у тебя заболел, ты переживаешь. И каждый, он тебе сделал шаг, и ты рад как самому необыкновенному чуду на свете. А что такое шаг? Шаг это он сделал сегодня, кто у кого первый придет новый на семинар, на уикенд. Есть такие люди? Кто вот все-таки родил и привел его, вот он должен привезти. Я вас поздравляю с этим, давайте поаплодируем, потому что... Потому что не просто привезти уже лидером нового, потому что они очень много времени тратят на тех, у кого они выводят новых людей. Они, может, сегодня уже каждый по 10 плюс у кого-то выявили нового, но себе нового на себя время никогда нет. Потому что у мамы на себя время никогда нет. И только в этом бизнесе мы стали слушать. О себе надо подумать. О себе надо подумать. И в этом бизнесе надо о себе тоже подумать. Для чего? Для того, чтобы заняться тоже еще своими новыми детьми. Для того, чтобы тебя... Знаете, для чего? Чтобы тебя те дети любили, уважали. Тебе нужны новые дети, чтобы тебя те любили, уважали и ценили твое время. И знаете, вот ребята, было такое, как я помню, нелегко, не всегда получалось то, что хотелось. Потому что мы начинали бизнес с того, что работали очень много, работали сразу, работали каждый день. У нас, мы отменили выходные, мы отменили телевизор, мы отменили праздники. И казалось бы, вот знаете, вот часто человек вот так врывается в процесс, да, и сразу должен быть результат. И знаете, что интересно? Он был. Вот сразу был первый и второй месяц, а на третий уже не было. Вот такое бывает? Вот как раз очень часто именно такое бывает. Вот когда человек и не делает ничего, то тогда же хоть и не обидно, да? Ну вот он не делает, его уговаривает, что он там этот, его там на потом еще куда-то позвал, еще куда-то позвал. Ну там понятно, что нет результата. А когда бывает, что вот у тебя действительно и планы он с тобой, и ты читаешь, и людей вроде бы подключаете, и все. И вот у нас так было. Первый месяц 6%, 7 человек в группе вместе с нами. Второй месяц у нас 25 человек в группе. Это вообще очень хороший показатель. Да? Такое количество людей в группе появилось. Это начитанные планы, тысячу баллов уже, да, почти 9%. И потом все. И потом все. И мы не перестали работать. Почему все? А потому что вот этих самых основных навыков у нас еще не было. Мы просто работали на энтузиазме. Мы просто читали планы. Мы просто куда-то пытались, знаете, сложно было куда-то вывести людей. И знаете, вот наши открытые планы, они еще, может быть, не имели той энергетики. И знаете, вот что интересное сейчас происходит? Это же совершенно другая реакция. Вот когда тебе это не нужно, и вот когда тебе начинают спрашивать, вот совершенно недавно такая там ситуация была, мы там с какими-то там, знаете, десятая вода накислили, нас с родственниками, какие-то дальние, дальние, дальние. Вот. И мы вот не виделись, я не знаю, там 20 лет или больше. Они-то все знают о нас. И начинается, а мы им не рассказываем, а они у нас спрашивают. А мы с ними говорим, да у нас повод-то не этот, что мы собрались. Они опять. А вот вы тогда вот были, а мы вот слышали. Вот тогда где-то там руссельмаши там. И вот они в течение четырех часов непрерывно задавали какие-то вопросы. Одна уже сидит, это из родственника, слушай, вот ты пристал, ну уже возьми, подключись, потом вопросы задавай. Я думаю, слушай, какая умная, да? Вот то есть, когда ты не отвечаешь, когда ты не идешь, когда тебе это вот видно, что тебе не нужно, то реакция, наоборот, они сами хотят. Да, и был очень интересный пример такой, вот, может быть, кто-то не знает. Когда-то приезжала Мария, она щербак выступала, она уезжает, ее сажают в поезд, и она попадает в купе с женщиной. И за ней заносят там целое, знаете, ведро цветов. Ставят эти цветы, и, значит, Мария, она, здравствуйте, здравствуйте, все, она уже ночью, поезд вечерний, поздно, давайте будем спать, укладываться. Эта женщина, давай ей вопросы задавать. Ой, а что ж это у вас так, ну у вас, наверное, юбилей был. Она говорит, нет, не юбилей. И молчит. Она говорит, ой, у вас, наверное, вы, наверное, известная какая-то певица. Она говорит, нет, не певица. Вы, наверное, выступаете. Она говорит, выступаю. О, а где же вы выступаете? И вот, вы знаете, и вот она опять, они говорят, женщина, вам действительно это очень интересно? Да. Она говорит, давайте мы поспим, а завтра, если захотим, поговорим. Вот она, спать она не может. Тут таможня началась. Ей еще 150 вопросов надо позадавать. И она потом говорит, а что ж у вас такое интересное? Так вы там все интересно рассказываете. И там-то вы были, и вот вы, и вы в Украине вы живете, и в России вы постоянно друзьям ездите, и за границей вы были. И вот вы так много ездите и путешествуете. Что ж у вас такое? Вот что это такое? А она говорит, женщина, это вам правда? А где вы живете? Она говорит, во Владивостоке. Женщина, я не буду вам ничего рассказывать. И вот смотрите, вот это вот, это потому что любой руководитель понимает. Если ты сейчас сказал, это твоя ответственность, и неважно хоть на Северный полюс, то тебе нужно будет туда ехать. Это мнение настоящего руководителя. И вот знаете, поэтому, и чем меньше ты рассказываешь, когда у нас на прошлом уикенде выступала Ирина Демкура, она мне говорила, Марина, ты знаешь, вот чем больше я, сейчас я так строю бизнес, знаешь, как это, спокойно. Вот спокойно. Вот немного людей, мы с ними общаемся, мы с ним подключаем людей, мы просто, знаешь, делаем это с удовольствием и не спеша. И результаты намного больше. Знаете, от того, что нет, может быть, этой нервозности, от того, что нет вот этого дергания, от того, что ты, вот если не вот это, то уже все, никогда и никакой. Потому что чем дальше вы будете в бизнесе, тем вы будете понимать, что в принципе заспонсировать можно любого человека. Вот абсолютно любого. И совершенно не обязательно, он должен быть из вашего списка. Я всегда говорю, у меня никого нет, ни из моих одноклассников, ни из однокурсника, ни из родственников, кроме собственных детей в бизнесе. И вы знаете, я даже и не начинала еще им планы читать. У меня никогда не было сумасшедшего громадного списка. Я именно вот трудилась, работала над ним, я его дополняла, пополняла. И вы знаете, просто еще остался такой колоссальный список, которым можно приступать, я не знаю, будет ли желание такое всем рассказать об этом. И вот у вас не должно быть чувства, что эти люди могут закончиться. И самое главное, это чувство передать вашим новым людям. Вашу уверенность. У нас слишком много людей. И мы не должны их быстро спонсировать. Мы их должны качественно спонсировать. Мы должны их качественно спонсировать. Мы должны научиться дружить с людьми. Я всегда помню слова Евы Носхальд, которая, когда мы ездили в фонтану, она была в очень узком кругу встреча. И она говорила, ребята, у вас слишком много людей. Вы слишком недорожите каждым человеком. Вы не успеваете, вы не успеваете, не потому что не хотите, вы не успеваете завязывать тех тесных отношений, которые, знаете, когда уже долгие тесные отношения, когда ты их боишься потерять, боишься порвать эти отношения. А у нас это просто количество людей, новых людей. Которых мы очень многих не знаем вообще. И она говорит, мы всегда ходили, если мы подключили какую-то семью, мы шли к ним домой в гости знакомиться. Я всегда брала Ханса. Они всегда должны были быть, муж и жена вместе. Мы шли в этот дом. Мы хотели увидеть детей. Мы всегда сидели, смотрели фотографии часами. Как они были маленькие. Где они учились. На кого учились. Кто их родители. Как они познакомились. Какие у них детки. Какие отношения. Чем они болеют. Ребята, это вы не сделаете за полчаса. Вам никто ничего и рассказывать не будет за полчаса. Такие вещи никто не будет рассказывать. А потом мы их взорвем к себе домой. Они к нам приходят. Они знакомятся с нашими детьми. С нашими родителями. Смотрят наши фотографии. Как мы живем. С чего мы живем. И вот, вы знаете, вот эти самые важные. Потом мы вместе идем на открытый план. Мы вместе с ними сидим. Мы сидим рядом с ними. Мы им рассказываем все. Мы им показываем. Мы им показываем каждого. Говорим. И вот, вы знаете, и на это уходят недели. И вот тогда очень легко перейти к спискам. Тогда легко уже назначать дома планы. А когда ты нового человека, незнакомого видишь и говоришь. Тебе надо сегодня список 200 человек. А завтра его надо собрать. И я приду домой. Бабушку убери, чтоб не ходила. Дети, чтоб не было слышно. Собаку выкинь. Понимаете? Он не готов к этому. Он, эта собака, это самое ценное, что у меня есть в жизни. Мы иногда утребуем. Мы иногда... Но люди не понимают. И они с тобой иногда даже посмеются, но они не готовы. И им что легче сказать? Извини, не получится. Я так хочу, но не получится. Ты такой симпатичный. Ты такой милый. Ты так вот... Мне, в общем, да, я все понял. Я понимаю, что мне нужна другая жизнь. Я понимаю, что мне необходимо что-то менять. Что я не вижу с детьми. Что это уже прошло столько лет, а никакой перспективы. Что я очень мало отдыхаю. Что я не могу заняться любимым делом. Я все понимаю. Но не могу я пожертвовать собакой. И куда я ее дену? И понимаете, вот он видит одно. Он что-то увидел одно. Да, вот такую соринку. И он эту большую цель закрыл. Всегда можно найти вариант, кто погуляет с собакой. Как это будет выглядеть. Знаете, очень много есть моментов, на которые мы просто не находим подхода. Мы просто не находим подход к людям. Если ты найдешь правильный подход, любой дом можно открыть. Любой дом можно открыть. Если Айшат Салаватова пустила к себе домой, я думаю, вообще ничего сложного в том, что еще кто-то к себе пустит кого-то. Я не думаю. Если Наталья Немидова кого-то пустила в дом, который там стоит, охрана с трех сторон. То я думаю, все остальные. Я не думаю, что у вас так много людей, миллионеров, знакомых, которым вы читаете планы, которые вас не пустят в дом. И вы знаете, очень часто вот в этом у нас и проблема. Нам нужны качественные люди. Нам нужны качественные списки. И именно, если я это не умею делать и боюсь, то это номер один, то, над чем мне надо работать. А то, что легко получается, мы и так будем делать постоянно. Если у меня что-то не получается, я не люблю слушать диски, например. Такое слушать. Это не мое. Мне оно раздражает голос, мне раздражает переводчик, мне там кто не нравится. Это не нравится. Мы с тобой о чем говорили? Что ты пришел в бизнес из-за того, чтобы научиться любить диски. Нет. Ты пришел в бизнес, потому что мы с тобой расписали твои планы, цели и желания. Потому что ты говорил о том, что ты хочешь поменять машину. Потому что ты говорил о том, что ты любишь путешествовать. Потому что ты говорил о том, что тебе очень хочется выехать с семьей, с детьми, которые ты уже пять лет вместе не отдыхал. Я не говорю о том, что надо любить диски. Я их люблю. Но мы говорим о том, что тебе их придется научиться любить. Ты сначала найди тот любимый, без которого, который бы ты ставил, может быть, пять раз в неделю, потому что он тебе что-то давал, и после этого у тебя начало получаться. Твоя задача, тебе может быть, кому-то не нравится что-то на семинаре, может быть, кто-то встает и хлопает, кто-то очень активный, кто-то постоянно вскакивает, фотографирует. Ребята, первый раз у многих такое будет, и самое главное, человеку это объяснить, самое главное, ему всегда улыбнуться, а самое главное, чтобы это было искренне, вот это самое главное, потому что не просто похвалить кому-то, что-то сказать, и когда человек видит, что ты это лишь бы, ты там отмахнулся от него, никогда, он должен видеть, что это искренне. Поэтому, чем больше, а как мы можем знать большее количество людей? Вот я сейчас пыталась узнавать большее количество людей в своем бизнесе, и поэтому у нас консультации проходили такие, что все руководители, даже многие удивлялись. Они у нас были с 9 утра до 9 до полдесятого вечера, вот одна ножичка, потом другая, ответвление, потом еще одно ответвление, потом еще, и то есть нужно было докопаться до каждого, и никто не хотел рисовать эти кружочки, никто не хотел, они во всем бизнесе нарисуют три вот таких, сказать, активные. А сколько человек в бизнесе? Двести, а те какие? И знаете, мы говорим о том, что нам нужно постоянно много, клиенты нам нужны, клиенты, да, кто будет делать оборот. А как назвать тех людей, которые у нас не спонсируют, не ходят на мероприятия, их у нас 80-90%, вот они ваши клиенты, а вы готовы с ними работать? А с клиентами работать надо, чтобы они делали оборот, с этими клиентами нужно работать, нужно научить. А если я не умею, то я должна этому учиться. Игорь Харатин всегда говорил, продавай будут деньги, не умеешь продавать, учись, не хочешь учиться, будь бедным. У нас нет другого варианта, но мы уже далеко с вами здесь не бедные сидим, потому что на встрече 30+, люди зарабатывают деньги. Я в этом уверена или надеюсь очень, что вы зарабатываете деньги, те, кто сидит на встрече 30+. Наша цель с вами все равно учиться тому, что может быть нам и не нравится. Я вам хочу сказать, что 80% людей ходят всю жизнь на работу, которым абсолютно не нравится. Почему они туда ходят? Они там зарабатывают деньги. И знаете, я уверена, что 80% людей пенсионного возраста ходят на работу не из бешеной любви к работе. Не из бешеной любви к работе. Я уверена, что если каждому дай возможность и полный достаток, они, как правило, с удовольствием бы остались дома. Может быть с внуками, может быть на саду где-то в своем, может быть где-то с подружками погулять, может быть еще что-то. Да, многие боятся одиночества, да, многие боятся одиночества, но главное не одиночество их гонит на работу, их все-таки нужда гонит на работу. И поэтому очень часто нам нужно, нам просто нужно с вами задуматься о том, насколько мы готовы делать то, что нам может быть и не нравится. И очень хорошо разобраться бы, а вообще в истинных причинах, что нам тут не нравится. И знаете, очень часто я всегда советую давать своим партнерам, еще раз хочу напомнить, конечно, что все то, что вы звучите со сцены, и не только мое выступление, а любое другое, это и всегда консультация со спонсором. Всегда. Потому что лучше вашего спонсора вас никто не знает. Что вам лично индивидуально нужно рекомендовать? Что еще нам нужно? Еще есть три главных навыка, которые бы я вам хотела сейчас дать. И так, один из важнейших первых навыков – это умение строить ногу. Видите, не когда спонсор тебе построил, а когда ты сам научился это делать. Потому что если тебе построили эту ногу, то второе, проблема в том, что ты ее никогда уже не сможешь построить. То есть ты, может, и сможешь, если ты начнешь этому учиться. То есть если ты не принимал активного участия, ты не знаешь сам механизм и процесс, то тебе это будет практически… Тебе оставят, тебе будут помогать, тебя будут мотивировать, тебе будут… Но ты же знаешь, как читать планы? Ты знаешь, как читать планы. Ты знаешь, как презентовать продукцию? Ты знаешь, как презентовать продукцию. Но как строить ногу, как строить эти взаимоотношения – это очень важная вещь. Итак, знаете, бывает еще так, бывает, что ноги, есть такие вот группы, структуры, которые ты строил 5-6 лет для того, чтобы она закрыла уровень 21. А есть такая, которая за полгода это сделает. Там, где полгода, там очень мало людей, да, потому что это сделали быстро. Там, где 6 лет, там может быть 500 человек в бизнесе. И туда подключилось невероятное количество людей. И твоих, и чужих, и всех на свете. И за счет чего она вышла и выжила? За счет товарооборота. Все-таки это сделали. Потому что если есть количество людей, то мы все равно товарооборот какой-то сделаем. И что нам нужно? Ну вы представьте себе на минутку. Я думаю, что каждый из вас хочет быть бриллиантом. Если мы каждую ногу будем строить 6 лет, то многим жизни не хватит, чтобы через 36 лет стать бриллиантом. И поэтому какая наша цель? Мы должны это научиться делать эффективно. И научиться делать быстро. Поэтому наша задача подключить трех человек. Это номер один. Но из кого мы ищем? Мы везде ищем активных людей. То есть когда эти ноги бонусные, когда, скажем так, эти люди, хотя бы кто-то ходит на открытый план. Да, она бонусная. Но если это просто нога потребителя, она далеко у вас не уйдет. И нам нужно, чтобы тут люди хотя бы начали слушать CD. Значит, у нас, может быть, появились эти две активные ножки, которые мы тоже ищем как минимум двух. Мы никогда сейчас не зацикливаемся на одной. Наша цель – минимум в двух, а то и трех группах мы работаем. И мы постоянно ищем. Оно может быть и здесь, и здесь. Но мы читаем по 15 маркетинг-планов. Постоянно по 15 планов. Потому что мы должны здесь, 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 здесь. И находим сильного. И находим того, у кого будет хорошие три ноги. Где наша устойчивость? Где наша сила? В чем? Мне надо искать в глубине изумруда. Минимум. Вот это есть то, к чему мы можем двигаться. То, что без чего, вот это мы можем спать спокойно. Если я нашла ту команду, я могу вкладывать тут много времени, но это будет моя стабильность. И еще наша очень важная цель. Мы развиваем все три ноги одновременно. Никогда не работайте в одной ноге. Никогда не работайте в одной ноге. И если у нас есть три группы, то мы должны читать в каждой группе минимум по 8 маркетинг-планов. В каждой. В каждой. Мы не можем всего читать 8. Мы должны в каждой читать по 8. И минимум в трех ногах мы должны работать. Но это о чем говорит? Потому что в этой ноге, вот уже одна из ног, она может выглядеть вот так. Одна из ног уже может выглядеть вот так. Одна из ног. И тебе может придется и здесь, и здесь, и здесь, и здесь план семейный назначать. И здесь, и здесь, и здесь. Для того, чтобы найти сильных. Для того, чтобы найти, завязать отношения. Для того, чтобы были эти пять отношений в глубине. Для того, чтобы были вот эти пять отношений в глубине. А потому что по-другому не будет стабильно. А потому что по-другому дальше что? У человека одна группа, которую вы создали, у него нет бока, у него нет денег, у него нет мотивации. Мотивация у него вообще должна быть. У него нет то отношения, у него нет позитива, у него нет эмоций. Он не энергичен, он не отдает себя, и поэтому получается проблема. Нам нужно, кого мы находим? Мы поставили три ноги, но мы по восемь маркетингов планов должны читать. Потому что что такое на такую группу восемь планов? Вы посмотрите, на такую группу восемь планов. И на такую группу надо восемь планов, и мы ее должны развивать. И мы здесь людей выводим на обучение, и здесь людей, и здесь даем диски, и здесь даем диски, и устраиваем встречу для ключевых. И в этой группе, и в этой, и в этой. Да, мы вкладываем много времени, но я хочу результата. И мне все говорят, ой, конечно, ты там начинала, а вот ты сейчас это имеешь. Так нет, я уже давно имею. Я давно уже пять лет живу жизнью бриллианта. Ребята, а что такое пять лет? Я просто сфокусировалась. И я не знала ничего, я отменила. Где-то день рождения, какие-то обои клеить, кто-то баллоны, закат. Мне все равно было. У меня было одно. У меня был бизнес-эмвэй, это есть приоритет для меня. Это номер один. И именно вот этим отношением, я уверена, мои дети пришли в бизнес. И знаете, меньше всего времени я уделяла им, и их группам, и их людям. Потому что у меня я строила бизнес, ну ты будешь молодец, не будешь, до свидания. Пошел на семинар, молодец, не пошел. Кто будет деньги за твой семинар платить, ты будешь деньги платить. Светлана тоже сказала дочке, я тебе на первый семинар повезла, а следующий семинар ты сама оплачиваешь. Не хочешь оплачивать, не надо, у меня уже Галя Корнюхина есть, можешь и не оплачивать, можешь и не ходить, правильно? То есть, наша цель какая? Не бизнес детям построить, наша цель детям возможность дать. Ребята, мы начинаем с малого. Но мы должны прийти к мысли, что мы работаем постоянно в трех группах. Мы работаем постоянно в трех группах. И следующий, значит, еще раз, главный навык это умение строить ногу, Следующий навык, главный, налаживать хорошие отношения. И третий, это очень много вторых встреч. Это вот тот момент, который где-то как-то кем-то может быть пропущен. Это проблема. Потому что бывает много планов, но мало вторых встреч. И вот не умеем, мы просто принимаем то, что нам говорят, а это проблема. И если, я уже многим вот консультировала, говорю, когда мне отвечают, Я задаю вопрос, они говорят, не знаю, такого слова у лидера нет. Не знаю. Такого слова не может быть. Ты должен знать о своей группе все. Ты должен знать о своем лидер-клубе все. Ты должен знать, сколько подключилось, кто любит диски, какие диски слушает, Кто читает, кто не читает, кто читает планы, кто не читает планы, кто читает изредка. Абсолютно все. Чтобы у нас это все было в балансе. Я даже говорю, может быть, те вещи, которые вы знаете. Проблема в том, что делаете ли. Знать-то мы знаем. Что нам мешает их начать делать. Это тоже есть проблема. Потому что, если нет руководителя фокуса, и он четко не может показывать путь. А представляете, да? В горах заблудились, и идет вожак. Он говорит, наверное, сюда. А потом говорит, не, наверное, вот сюда. А может, вот сюда? Ой, а там обрыв. И он всех туда привел. Вот то есть у нас очень часто. И вот так получается. Насколько вы хорошо знаете карту своей группы. Насколько хорошо ваши лидер-клубы обучены вами, чтобы ее создавать, и умеют ли они читать распечатки. Нет, не вы сидящие здесь, а ваши лидер-клубы. А если это ваши лидер-клубы не умеют делать, ваши девятипроцентники, то вы себе нашли еще очень хорошую работу. Потому что у вас нет дубликации. Потому что вас не заменят. И дальше, когда они 21 станут, они все равно их не будут уметь читать. В этом есть проблема. А начинается с того, что это 100 рублей надо заплатить. А 100 рублей – это деньги. А я еще столько не получаю. А за него платит спонсор. И сам распечатку берет. И сам говорит, смотри, новая группа. Давай мы здесь делаем. Этот новый 200 баллов. И этот здесь новый 200 баллов. И вот этот давай, и вот этот. А этот у тебя тут подключились люди. Давай с ними поработаем. Он да, да сидит. Они знают ни кто новый, ни кто старый. И у нас есть проблема в том, что чем больше наш уровень, тем больше нужны консультации. А не тем меньше. Чем больше уровень, тем больше консультации. И вы должны со своими людьми. То, что вы видите каждый день и с кем-то вы на телефоне – это не консультация. А вот когда к вам пришли вот с такой картой группы, полностью с распечатками, полностью со всеми цифрами, с поставленными целями, с каждым именем, фамилиям и оборотом за три месяца и групповым, и личным. Вот это и есть настоящая работа, которую можно оценить и посмотреть, есть ли результат за месяц. Мечтайте о крупном, мечтайте о большем. Сколько ног у вас будет 100 плюс на следующем семинаре? Сколько будет через год? Сколько будет ног 150 плюс? Какие команды вы будете вести за собой? Куда вы с этими командами будете ездить? В какие лучшие места? От чего все будет начинаться? Вы знаете, помните слова Нэнси Дорна? Всего-то надо в этом бизнесе. Шесть хороших вечеров. Я вас поздравляю с началом семинара. Встречайте своих партнеров, улыбайтесь, радуйтесь, любите их и приводите новых и новых и новых людей. Делайте их счастливыми. Спасибо.